Пинко Наука штука, хитрая, мозги против пятишек Наука штука, крепая, все зубы отберешь Хорош сидит во враге и ворочит железяки Вся жизнь твоя измеется, как только подмерешь Танцамый Пинко 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 Танцамый Пинко Пинко Танцамый Пинко 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 Лосяш проводит эксперимент по передаче энергии на расстояние без проводов, который заканчивается взрывом шаролета Взрыв приводит к сбою в программе Биби, и он оказывается во временной петле Теперь Биби вынужден переживать этот день снова и снова Биби пытается предотвратить катастрофу, но шаролет все равно взрывается каждый раз В чем же истинная причина взрыва? Расследование продолжается Персональное сообщение для Биби Прочитать в случае взрыва шаролета Ничего не понимаю Биби Поберегись! Посмотрим, кто теперь аутсайдер Считай, что это фора! Неудачнику! Биби 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 Девушки отдыхают Ты уже оказался внутри замкнутого цикла пространства-времени Это сообщение оставлено для того, чтобы тебе было проще разобраться в происходящем При работе с генератором Тесла Лосяж использовал технологии будущего Которым цивилизация на момент указанного события еще не готова Нарушение технологии привело к перемещению не только в пространстве, но и во времени Ты попал под облучение и теперь запрограммирован восстанавливать свою память после стирания в созданной ранее точке сохранения Генератор Лосяша не имеет отношения к взрыву Ты должен сам выяснить причину Моя подсказка может изменить дальнейшее развитие событий Могу лишь сказать, что виноват член экипажа, от которого ты этого меньше всего ожидаешь Кто я? Не имеет значения Ты узнал всю необходимую информацию Конец сообщения Финиш в машинном отделении Похоже, ничья А теперь аккуратно Что так-то так нечестно Финиш в направлении А теперь замечательным рядом. Передача энергии без проводов и батареек в потрясающем эксперименте Лосяша. Что? Из-за меня шаголет взорваться? Как такое может быть? Ты уже всех проверял и остаться только я. Но зачем ты вообще это делаешь? Это какой-то очень странный шутка. Лучше бы ты хорошо кушать, чем так разыгрывать свой папа. Ну, хорошо. Если ты так хотеть, давай проверим все системы шаголет. Бортовой компьютер сообщить состояние шаголет. Все системы в норме. Вот видишь? запас энергии на исходе. Что? До конца стабильной работы двигателя остался один час три минуты. Куда деваться вся энергия? Ресурсы потрачены на зарядку внешнего устройства. Какое устройство могло столько скушать? Майнгод, твой блок питания неисправен. Вот почему батарея не заряжаться полностью. И вот куда деваться вся энергия. До конца стабильной работы двигателя остался один час. А ведь нас окружает колоссальное количество природной энергии. Даже странно, что приходится страдать из-за ее нехватки. Какой только от этой энергии, если мы не можем ее использовать? Заряда одной молнии хватило бы шаролету на месяц работы. Мольния – это неуправляемый процесс. Даже на куртке она все время расстегиваться. Ваши проблемы с курткой наука решить не в силах. А вот с электрическими молниями варианты есть. Молнии получаются из-за электрического пробоя. А предугадать место его появления невозможно. Поэтому в природе молнии носят случайный характер. Но если очень хочется вызвать молнию, то создать подобие пробоя можно искусственно. Например, запустить небольшую ракету с земли в грозовую тучу. Вдоль всей траектории полета ракета ионизирует воздух и создает таким образом проводящий канал для молнии. Также провод для молнии можно сделать, выстрелив в тучу струей воды. Или направив лазерный луч, который также ионизирует воздух. Как видите, способов довольно много. Лосаш, я тебя очень любитель. но какой только от этих способов, если мы в космосе? До ближайшей планеты с облаками лететь два дня, а наш двигатель взорваться через полчаса. Вы меня спросили, я ответил. О, май, гот. А где Биби? Биби, что вы собираетесь сделать? Майн-кот, отдать всю энергию шаголету. Нет! Нет! Вы не сможете контролировать этот процесс и потратите всю вашу энергию. Твой схема может просто не выдержать. Собьются весь твой настройки и программы, все точки сохранения, и я не смогу тебя восстановить. Не может быть, чтобы не было другого выхода. мы его придумаем. Всегда ведь придумывали. Биби! Биби, Биби, ты меня узнавай. Правда, один манипулятор пришлось заменить, но все показатели теперь в норме. Он уверен. Вашей энергии хватит шаролету, чтобы долететь до ближайшей планеты. Там мы воспользуемся силами природы. А с тобой мы пока делимся своей энергией. Выздоравливай быстрее! шам ему столько энергии накрутим на тысячу лет хватит! хе-хе-хе-хе-хе-хе. Телепорт-доставка шароскопа 3000 завершена. Спасибо за покупку. запись сообщения Оставьте ваше сообщение после сигнала. Сообщение записано Получатель Биби Привет, Биби! Через пять минут я выхожу на связь с Пином. Передам, что со мной все в порядке. И я просто перенеслась в будущее. А то он, наверное, с ума сходит. Ах! Точно! Новый год же! А я даже не знаю, что ему подарить. О! Отличный подарок! Ха-ха! Не хочешь его сам подарить? Понимаю. Я тоже по ним скучаю. Ну, ладно. Я поскакала. Ха-ха! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok